Восвитая служба информации телерадою компании Гомель, у студии Натальи Игнаценко, глядите в этом выпуске. Сегодня у Гомеля отбился другой марш недармоедов. В областном центре прошли первые районные субботники. По вековый юбилей отзначила Гомельская областная филармония. А зараза б гэтым и иншим больше подрабязна. Сегодня у Гомеля отбился другой марш недармоедов. Нагадаем, зворот об яго проведен не был подаден и у Гарвы-Канкам 15-го саковика, позднее необходимого термину. Мясовые улады пропоновали организаторам акции провести ее на пляцо цикале ДК Випра. Тые с идеей Гарвы-Канкама не погодилися. Что с этого отрымалось? Глядите далей живые кадры с улиц города. Без комментариев. Давайте поговорим сегодня там. Я надеюсь, что сегодня будут городские власти. И мы услышим друг друга. Мы требуем того, чтобы отменили декрет номер три. Мы требуем, чтобы в стране начались реформы. Главное, что здесь нет. Почему? Потому что в гряду вложенство. Уважаемые ограничения, приглашаю вас на встречу с руководством города. Случайно сюда попали сегодня. И я как-то немножко с возмущением смотрю на все, как выступают пенсионеры, как они обижаются на жизнь. Я знаю, что пенсия, естественно, во всех нормальная. И знаю, что даже если человек заболел и делает операцию дорогостоящую, ему оплачивают по чеке. Если он сохраняет, ему это оплачивают. Молодежи, если рождается ребенок, доплачивают деньги. И как можно говорить, что мы живем так плохо. Я как-то немножко возмущена. Правильно. Может быть и нормально, что собираются здесь люди, что разговаривают. Но просто так вот говорить, что у нас все плохо, это нельзя так. Я, дорогие гамильчане, дело в том. Что я за помощью никогда не обращался. Никогда. Я все время всю работу находил сам. Просто сложилась так ситуация, что мне посадеваться некуда. Мне очень стыдно, я не могу помочь своей внучке. Я очень ее люблю, но я не в состоянии. Проходите, пожалуйста, в сейн-зал. На площади, конечно, такие вопросы, как трудоустройство, бытовые, любые другие, они не решаются. Пожалуйста, вот сегодня здесь, в этом зале, я готов выслушать любого из тех, кто собрался здесь перед дворцом. Я готов ответить на все эти вопросы. И главное, что я готов оказать им помощь и в трудоустройстве, и в решении других бытовых вопросов. Я достраиваю сына, у меня двое детей, а девушка же несовершеннолетняя, понимаете? Я же тысячу долларов приехал, привез, здесь потратил тысячи, зарабатывал, понимаете? Вы что, скажите, скажите, возьмите сейчас его координаты и Савицкого, потому что он не наш, не наш район, но это ничего не значит. Я прописывал шевелки с шевелки. Я прописывал, я прописывал, я прописывал. Покомозов Сергей Егорович. Пускай слышит. Уже нет, нет ульпы. Запишите. И не важно, что ему нужно лекарство. А где вы? Хорошо. Вы дали ваше телефон. Я взяла. У него буквально минута. Спасибо. 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 Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеля прошли первые районные субботники. Жахары города наводили парадок коля своих домов и офисов в шматликих громадских местах. Подрабязности в наступном материале. Это один из первых субботников в этом сезоне. По сути, Минавитайон дал старт широку традиционных мероприемств по доброупорядкованию в регионе. Одни из наибольшемасштабных работ разгорнулись в этот день в советском районе Гомеля. Центральной пляцовкой тут обраны сквер и Мяшавченке. Популярную у мясцовых жахаров территорию для отпочинку вырешили обновить после зимы. Суместно со специалистами жилево-коммунальной господарки гамильчане взялись за уборку леташнего листья, подрыхтовку кветников, фарбовку и рамунт лавочек. Специалисты предприемства «Гарсвятло» обновили систему осветления. Здесь работает администрация, она занимается клумбами. Здесь у нас привлечен БРСМ, различных учебных заведений, представители кожуру, кермаша, горсапа. Субботник – это не только возможность навести порядок здесь, на нашей территории. Это наш район, где мы ходим, отдыхаем, с семьями сюда приходим. Еще и возможность пообщаться с коллегами, повеселиться. Для нас это всегда праздник, потому что солнышко светит. Работа, в общем-то, не тяжелая. Шмат людно было и в чагуночном районе областного центра. Тут местные жихары узялись за доброупородкование каскаду озер на скрыжевании проспекта Космонавтов и в улице Озерной. Особистым прикладом запросил на субботник гамильчан и депутат Палаты процтауников Национального схода Республики Беларусь по Гомельской Сельмашевской окрузе Виталь Шилов. Кажет, для его это место и сегодня застаются самыми родными. Минавито тут провел большую часть своего життя. Здесь каскад озер, здесь очень прилегающий жилой комплекс большой. Много молодых семей с детьми будут выходить. Сейчас наступает, это более весенняя пора. Хотелось бы, чтобы они осуществляли свои прогулки на чистой, аккуратно убранной территории. Александр Гавейко, Павел Антонов, телерадиокампания Гомель. Фруктовый сад за мест пустыцы. Вучные-наставники Руднецеляшовской базовой школы разом с мясцовыми жихарами начали реализацию социального проекта. На земле где ранее рос хмызняк, теперь будут расти и груши, яблыни и абрикосы. Идея посадить на гэтый пустыцы фруктовый сад заявилась пять годов тому. Тогда она сдавалась нереальной, занадто дорога. И вот теперь мара становится явой. Проект Руднецеляшовского школьного сада перемог в конкурсе по программе малых грантов посольства США. Саду 400 фруктовых древов будет займать каля полторы гектары. Каля ста яблыни и абрикосов посадить на территории школы, а остатние на пустыцы побач. Ранее тут был хмызняк, землю очистили и подрихтовали для посадки. Первый ураджай планует собрать простры четыре годы. Во-первых, на школьный стол пойдут. Пойдут детям из многодетных семей, людям преклонного возраста. В детский садик, конечно, подарим фрукты. Будут оставаться, мы будем продавать, у школы будут деньги. Сад будет органичным. Это значит неякой химию, удобрение, полная экологичная частиня и безопасность для человека и новокольного сародья. А значит выключенная корысть. Школьники будут освоивать тут азы садовненства, а для мясцовых же хоров сад может стать местом для отпадшинку. Мы очень рады, хотя мы уже и пенсионный возраст у нас, но мы ждем, что мы получим плоды, будем рады, будем отдыхать, как говорила Надежда Михайловна, сидеть под этими яблоньками и наслаждаться жизнью. У Рудни-Терешовской школы зараз только 32 в ушне, однако в этой установе адукации ведут далеко за межами Гомельского района. Нарганичный сад не первая экологичная инициатива школы. Установа была неодноразовым переможцем шматликих конкурсов по энергосбераженне. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Базовая арендная величиня у Беларуси с первого кроссовика взрасте до 15 рублей 20 копеек. Нагадаем, она променяется при разликах платы за аренду площадь, которые находятся у державной властности. Все подробности, глядите, у экономичного глядя. Так само у выпуску. В Беларуси плануется спросить процедуру будовництва индивидуального жилья. А у протяг темы глядачы доведаются, какие буйные будовничные инвестпроекты плануются реализовать у Гомели. Глядите программу завтра после новинного тыдня на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Завтра своих покупников знов чакая кермаш на центральном рынку. У мероприемстве примутю дел фермерские господарки и организации «Абласпажи Усоюза». Усяго каля 30 субъектов гандлю. Сою продукцию я не представить на пляцовце перед центральным выходом у рынок. Тут по зниженных ценах можно будет набыть хлебобулочные, кондитерские, каубасные вырабы, мясные полуфабрикаты, сменину и яловичину. А так само плодогородненную продукцию, насенье, саджанцы и рассаду. Скидки будут досягать с 30%. Я думаю, что в дальнейшем мы эту практику продолжим. Это дополнительный товароборот. Это даем возможность покупателям вывести товар по сниженным ценам, акционные товары. Поэтому будем в дальнейшем продолжать. Протягни работу и региональный универсальный кермаш на площади Паустанья. У Гомеля прошел мини-кермаш вакансий. Працовные мессы пропоновали тем, кто мая профессию альбо квалификацию швачки. Кермаш вакансий – одна из распоусюдженных форм работы по опрацелотковании насельництва, где они постоянно проходят в управлении по праце, занятости и социальной обороне Гарвы Конкама. На Гайтера с вакансий пропоновали АМАЛЬ-10 – предприемство державной и приватной форму ласности. Специалисты проводили для потенциальных кандидатов консультации, расповедали про узровень оплаты и умовы працы. Профессия швия на рынке труда города Гомеля на сегодняшний день востребована. Вакансии заявлено в три раза больше, чем безработы, которые состоят на учете данной профессии. С нашей стороны мы делаем все возможное для того, чтобы дать нашим безработным, которые состоят на учете у нас в центре занятости, возможность трудоустроиться. Во управлении по праце, занятости и социальной обороне Гарвы Конкама могут пропоновать 150 вакансий швачки. Головное потребование – наявность квалификации. Продугледжены и навучальные курсы. Я работал недавно в детском саду. Там зарплата маленькая, но у меня не получилось. Одно из такой зарплаты и пришел искать сюда вакансии. Гомельский государственный университет имя Франциска Скарины стал пляцовкой по подрихтовке ведущих. Но разговор не про новый факультет. Тут прошел семинар-тренинг городской организации БРСМ «Школа ведущих модераторов». Спикером выступил ведущий телерадиокомпании Гомель Александр Гавейко. Его слушателя стали 30 человек – школьники, студенты и педагоги-организаторы. Шмат у кого уже есть в опыте ведения публичных мероприемствов. Тут же они отримали навыки организации одного из самых топовых проектов «Союза молоди» – открытого диалогу. Как заходят сплановать мероприемства и как вести диалог, как бы он был интересным для всех суразмолцев. Мастерство у дельники семинару спастихали не просто у теории. Они смогли выпробовать свои силы у интерактивным заданиям. Открытые диалоги у нас проходят каждую неделю в каждом районе, в УЗИ, соответственно, и в городе. Я думаю, что в ближайшее время ребята будут иметь возможность реализовать свои навыки, полученные в ходе этого семинара, у себя на местах. Полвековый юбилей Гомельская областная филармония отзначила великим концертом, яким был 50-ти годовый шлях, чем зараз живе установа и якой бачит свою будущее. Доведалась Ганна Ковалева. История Гомельской областной филармонии началась в 1967 году. С первых джен артисты разгорнули широкую гастрольную деятельность. Знаемили же хоров в области с лепшими творами с усветной музычной спадшиной. Поступовая филармония стала головной концертной организацией Гомеля. В разные годы у нее працавали виртуозный аккордеонист Валерий Култун, с усветной ведомой джазмен Эдзи Рознера, так само Александр Градский и Александр Буйнов. У Гомеля починал работу легендарный ансамбль «Сябры», начали с Анатолием Ярмоленком. Об головных подеях с життя установы у День святкования 50-ти годя расповяла выстава у Громадско-культурного центра. Как музыкальный и вообще такой творческий коллектив, это обязательно, он не стоит на месте, он развивается. Это большое развитие. Я пожелаю только одного, чтобы то, что мы накопили, чтобы оно не растратилось, чтобы оно развивалось еще в более прекрасных формах, в современных формах. Это очень важно. Сегодня в составе Гомельской областной филармонии 13 коллективов. Многие из них вядомы не только в Беларуси, а и далеко за ее емежами. И в этот вечер у першиню за 50 годов они все собрались разом на одной сцене. На юбилейном концерте артисты выконали лепшие творы айчинных и замежных композиторов у сучасной опрацовцы. Филармония – это всегда большой-пребольшой коллектив. Коллектив единомышленников, которые обязаны каждый день, несмотря на свое здоровье, несмотря на какие-то возможные проблемы домашние, все равно дарить людям радость. И вот мне кажется, что все-таки в Гомеле любят сюда ходить. Люди и они получают удовольствие от концертов, которые здесь проходят. Кале 20 артистов в этот день отримали высокие узнагородные грамоты областного и республиканского узровня. Подяку коллективу за профессийную и добросумленную працу накировал президент краины Александр Лукашенко. А Гомельский облавоканкам для зручности гастрольной деяности до дня народжения подарил филармонии «Аутомобиль». Я горжусь коллективом Гомельской областной филармонии, в котором мне довелось работать. Действительно, это коллектив, который является визитной карточкой Гомельской области, не только в Республике Беларусь, но и за пределами. И я желаю замечательному коллективу Гомельской областной филармонии новых творческих программ, новых успехов, аншлаговых концертов, но и, естественно, благодарного зрителям. Пять ходов тому про филармонию в устворенный продюсерский центр «Артбиз». И он стал пляцукой для подчинающих артистов разных жанров. В угле сегодня Гомельская областная филармония – это сучасная установа, как в творчем, так и в техническом планах. Я наволодаю в собственных указаписывальными студиями и обсталеванными репетиционными залами. Подтремливающе, что створило человечество в музыке, и промножающее это богатство каждый день. Ганна Ковалева, Валерия Гапанько, телерадио-компания «Гомель». Это, а так и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працювала Наталья Игнатенко. Мы с очим с развитием паде у Гомелев в области. Заставайтесь с нами.